В Шадринск съехали сильнейшие гонщики из таких городов, как Москва, Тольятти, Новосибирск, Ижевск, Каменск-Уральск, Красноярск, Тюмень и Глазов. За город Шадринск на соревнованиях выступили воспитанники клуба «Торпедо-Шааз» Юрий Олейник, Максим Сидоров и Константин Каленкин. Самый мужественный вид спорта, но особенно, конечно, будем за наших шадринцев. Дай бог им удачи и успеха. Вперед, ребята! Вот так! На открытии соревнований традиционно присутствовали представители Шадринского автоагрегатного завода, стадиона «Торпедо» и администрации города. В декабре исполняется ровно 50 лет, как стартовали первые мотогонки в городе Шадринске. Проводим такие большие соревнования. Это полуфинал личного чемпионата России. Позвольте мне спортсменам пожелать честной, бескомкромистной борьбы, а болельщикам активно болеть за своих кумиров. Несмотря на морозную погоду, посмотреть за зрелищным выступлением от огонщиков в Шадринск съехались болельщики соседних городов. Я за всех болею. И за Каменских, и за Шадринских, и за бывших Шадринских, и бывших Каменских. Как думаете, кто будет чемпионом России? В России? Наверное, в младшего Хамецевича время пришло, скорее всего. Он всегда вечно второй, третий. Гонщики пытались в каждом заезде получить заветные очки, чтобы подняться на верхнюю ступень пьедестала. В первый день соревнований хорошо себя показал шадринский гонщик Константин Каленкин, в упорной борьбе проведя все свои заезды. В итоге, после первого дня соревнований, он занимал четвертое место в итоговой таблице с десятью набранными очками. Однако второй день начался у Константина неудачно. В 29-м заезде он потерял заветные очки, финишировав в последнем. В пылу борьбы в 36-м заезде, выходя на первую позицию, он не справился с управлением и вылетел за ледовый трек, получив травму, которая не позволила ему продолжить соревнования. Костя на данное время в больнице, у него сильное сотрещение мозга, больше пока сказать ничего не могу. Сейчас его привезут, там уже будет, но сильное сотрещение мозга. Костя целая все. Первая серия заездов второго дня была одна из решающих в споре за первую строчку в итоговой таблице. В личном споре сошлись лидеры Данил Иванов и Дмитрий Колтаков. В упорной борьбе Дмитрий выиграл заезд, набрав три очка. Данилу досталось два. После этого они делили первую позицию. Однако в дальнейшем Иванов в тактической борьбе пропустил на финише своего одноклубника Никиту Толокнова, которому были необходимы очки для попадания в финал. Дмитрий Колтаков, в свою очередь, уверенно завершил все свои заезды первым. Традиционно в Шадринске без внимания не остались и зрители. Среди них были разыграны подарки от спонсоров. Егор Казенный получил от организаторов поощрительный приз. Данил Фроленко был отмечен как самый молодой участник соревнований. Он стартовал в 15-летнем возрасте. Приз зрительских симпатий получил любимец шадринской публики Константин Каленкин. Отдельно был отмечен шадринский клуб, которому в этом году исполняется 50 лет. Для меня гонка сложилась вполне удачно. В первый день немного не получилось, подсорвало с Данилом в заезде, с моим соперником. В втором заезде мы сошлись, и чистый лед еще. У него было преимущество с красной дороги, с ближней стартовать, и мне удалось выиграть старт. Во второй день у меня я набрал полный комплект очков, и получилось, в общем, первое место. По итогам двух дней заезда в финальную часть соревнований вышли Дмитрий Колтаков, Данил Иванов, Эдуард Крысов, Никита Толокнов и Владимир Бобин. Напомним, что пять лучших гонщиков из каждого полуфинала попадают в финал, который пройдет в четыре этапа. 26 и 27 декабря в Тольятти пройдет первая часть, а чемпион будет выявлен 3 и 4 января 2016 года в Шадринске. Александр Мироненко и Александр Карпов совместно с порталом Шадринфо. Продолжение следует. Продолжение следует...